записки зачеркновенного садовода это один из моих каналов которым я прямого отношения не имеют но называется записка зачеркновенного садовода этот канал ведет павел конкретный вопрос я задать могу пишет георгий мне это самому интересно поскольку занимаюсь садоводством если за дел не обижаетесь садовод садовод и друг чего я буду обижаться я горжусь когда я хотя бы замечают каком регионе вы живете так раньше назывался юг краснерского края потом выделился республика хакасия вот с одной стороны красный реки красновский край а на левое бережье хакасия каких регионов могут расти плодности вашего абрикоса отвечу чуть ниже будут ли они расти плодность условий тверской области вот уже конкретно а почему я это письмо ведь там и суде но именно это все скажу каковы будут вкусовые качества этих абрикос еще раз вкусовые качества я делю на и сосадки сладко кислые сладкие и слаще поцелуи больше это когда слаще поцелуи вы понимаете все точнее я сказать не могу теперь пока все пишут и вот тут вот из-за этого по скрипту на я это по скрипту моя это письмо и решил опубликовать считаю понимаю что абрикосы до тверской области скорее миф чем реальность представляете миф надо отвечать посмотрите по карте где тверде калуга равнили так вот и вы уже догадались что если он живет твери это считается извините учитывая масштабы стороны подмосковья калуга тоже подмосковье поехали дальше то есть несколько выдающихся садоводов живут москве и подмосковье вот для них это не миф другое дело миф я уже объяснил причину звериная технология по унистяжению деревьев причем этим занимаются люди которые это самое признаны самыми большими специалистами и я все равно они хоть знают что они творят какой вред они приносят фамилию называть но не могу и все вот звериная технология придуманная значит абсолютно негодный материал так и каторжная работа вот эти три пункта идем дальше и вот второе письмо на эту тему так сложилось анатолий потапенко доброе утро консультируй спасибо за ответ анатолий потапенко ну тут дискописи и надежду хотя у нас в омске и без снежья и мороза были 30 градусов на персике я укорил буду ждать чудо это просто переписка я проехал как все когда распоряжение в омске я видел что омск современный город вот здесь видимо уровень повыше чем районных центрах где это когда я проезжал районные центры из окна вагона видно участки 6 те самые 60 соточные два-три куста смородины и пару куст пару деревьев хранятки ну это и дико и все это уже был это не допустим получалось что садов практически нет даже он себе вечер это кондова себе вот и получается что значит именно возле омска проезжая я заметил вполне ухоженное и не заброшенное то что я рассказывал как ужас вполне ухоженные дачи вполне ухоженные вот и приличные сады конечно не такие роскошные как у нас вами но прилично теперь он ждет чудо смотрим дальше как у вас это зима снежная мороза или не очень у нас идет очередное я уже думал что мой сад испытал все тем по тапинку отвечать я думаю сад испытал все три года назад такая были дожди из сырость холод был полностью загублен этот самый курортный сезон в наших курортных местах это было невероятно абсолютно здоровый сад пережил вот немножко парше и все я показывал я водил десятки фильмов сотни фотографий убедят кого угодно раз значит пережили согласию зиму предпоследние после предпоследняя была теплая до минус 30 32 она такая была по всей сибири видите он пишет бороза 30 напугали да вот и вот эта зима а она бы ничего это ему отвечает 30 ночью днем 20 там 30 ночью днем 25 днем 15 днем 17 но всегда морозная машина не заведешь все это было где-то последний месяц а до этого было теплы вот и ничего деревне случиться не может они покрыты легким и не полгода до этого полгода без дождей с весна лето осень засуха дичайшая до сих пор земля каменная них или там ничего нет и вот такой снежный покров вот такой вот все время но и не не позволяет и сушиться веткам вот этот легкие не вот это спасибо ему вот а снег все ждем и ждем вот я как мог ответил не боюсь почему-то не боюсь пропустят урожай у меня если брать с прежними темпами сколько я продал костик у меня костик погребе примерно лет на 10-15 если такими темпами продавать вот а я все жду вот наука проснется приезжают ко мне ходоки и это самое мы потрошим мои эти банки я вам сейчас покажу ой че покажу удивитесь у вас люди потекут но идем дальше итак снежная морозная зима но непредельно самое то вот интересно что вот есть у меня черешни посажены из костик им 7 лет заметьте 7 лет назад я очень сомневаюсь что ему осылал кости скорее всего они не мои постоянно вымерзают потом за лето отрастают сформировались кустиками ага нормально я вам такой кустик покажу вот хорошо что кустиками постоянно вымерзают но дальше то и придется укрывать как хотите если это черешни южные на что их можно привить отвечаю на конкретный вопрос вот это одна моя фотография черешья привита на вишню я назвал сибирская штаббова это не куст не кустами темного кустарников когда я ездил в эту самую соседние кемельской области то чтобы давно несколько лет назад там я увидел много кустарниковой вишни той самой степной но плевать на нее бесполезно а штаббовый дефицит вот у меня кустик полно а эти самые даже корневая точь который вылазит они растут и кустом дерево вот одно из них раз прививка прошлого года нет этого этого вот еще не кончился вот вторая видите теперь на что прививать вот так выглядит молодая вишня так вот да кислая извините варенье какое с нее варенье это чудо вы поверите я люблю больше варенье свищи чем черешни у меня три банки черешни литровая и все равно я это предпочитаю вишневая насколько я боюсь говорить вы сейчас хрюной захлебнете и вот это молодое дерево вишневое оно служит скелета образователем ну это рук не хватило не привил а это привил это привил вот видели как это выглядит дальше начинается второй этап ветки черешни когда-то дадут урожай он будет конечно черешневый вот а вишневые укропняться если вот сюда привить вот эти вишни укропляться и станут чисто культурными южными но мы это проходили то есть не просто механически взял привил а получил от этого интересную вещь анатолий руки зачитались дальше то ли пишет константинович сейчас у нас стариков какое мы старики ты чё стариков нашел наступает тот счастливый период жизни когда наши дети ученики добиваются больших и больших результатов чем мы и это называется счастьем нашего предшественного труда вот тут согласен за стариков не согласен а старой согласен так будь здоров счастье вдруг брат с удовольствием анатолий вы меня тронули своим письмом но разве может ученик чтобы у него крышу не снесло а то ли тут подумал и неожиданно решил привить черенки этой череши на вишню но почками ростом вниз вот но это ладно во первых вы не открываете вы не изобретатель это уже давно проверено результаты правда я не видел но несколько человек до вас может быть их было тысячи страна большая миллионы но несколько человек пробовали результаты никакого нет и вот я говорил нет плевать вверх ногами я только поразил узнать что вы это назвали мы же это даже половина инженеров в нашей команде пусть нас мало одна половина инженеров да юрий воюльевич брат мой и так сделать реверсивную прививку в вишне вы назвали ее реверсивной вот это вот так же как я несколько терминов ввел помните своих этих терминов не буду их повторять вы их знаете у вас теперь свой родной термин если это дело пойдет для чего то вы это делаете вы для вас существует для нас всех существует термин реверсивная прививка то есть почками вниз здорово как я люблю таких людей как вы чувствует себя не одиноким а то поначалу это было так вот так вот у вишка крутили ну там больше было знаете зависти и ненависти из-за того что не могли вырасти ничего вот они они объективная картина я даже термин придумал помните вот ваш термин реверсивная прививка а мой термин покруче он называется так у каждого моцарта обязательно есть свой сольерий понятно кто-то меня поймет так теперь пусть соки от корни опускается вниз по черенкам череши противоход самой природы пусть просто результат ждем здорово так снова анатолий потапенко попробую сформировать рост веток череши в самой земли я вам помощь вот эту фотографию Юлия Матвеева привет дочка одна из двух студенток на всю страну которая прошла у меня официальную производственную практику и как было их две на всю страну кто умеет соответствовать садить так и прошли годы и сейчас две осталось настоящих студентов я вам покажу вместе посмеемся а пока вот слюбуйтесь ну что мы можем фотографию видеть задернение никаких штампов наоборот все прижимается к земле видели вот здесь специально мной была сделана апреска Юля в очках я сказал будешь преподавателю будешь вот так учить студентов но у нее свое дело молодец умница а вот это вот однокрайность помните я вам показывал полтора метра груша ни единого листочка ни единого веточка вот эту губль да смотрим теперь вы же про черешня ведь я вас не тянул за язык сформировать рост веток у самой земли и я так делаю а вот так делает официальная наука это говорит наук мучит нас почему здесь его спина я не хочу его позорить потому что после моих таких вебинаров они выглядят очень вот это одна сторона вот все это выросло в помещении ну накормить себя и народ если растить горшок это вряд ли давайте посмотрим на правую сторону этого же этого помещения и давайте ее увеличим давайте смотрите вот смотрите сюда вы видите опять вы видите что творится зачем они кандидаты наук официально ведь это кино показывает на всю страну то что бита в их голову им голову не приходишь и через и вот это вот вот этот штамп не нужен он же замерз нет он разве не замерз смотрите где растут горшок согласны вот прививка у земли здорово а это что культурное здесь рада 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 вот это убита в голову им вот этому товарищу это голова ему голову не приходит что это неправильно но это я считаю что неправильно они что правильно. Как ее Юлю пустили ко мне? Вы преподаватель, я ума не приложу. Знаю, что я там, помните, Яролаш, сыночек, не подходи к Васике, он тебя плохому научит. Вот ей должны были сказать, нельзя их железу плохому научить. Только почему-то я черешни ем. Знаете, вот тот самый фильм, нет, книга, не буду показывать, уже показывал, автором называть не буду. Вот. Те самые, где было написано, у черешни много, в каждом ярусе веток, цитирую, от пяти до восьми, надо ставить три. То есть, если восемь, то пять веток надо уничтожить, а ставить раны. Это черешни, которые в Сибири, в России. Не в Сибири, но в России, да. И самое издевательное, что знаете, какое было главное? В конце десяток страниц, как приготовить из черешни что-то вкусное. Научить, как ее уничтожить, прям в смысле. А потом учить, как с нее готовить. Вот это вот противоречие. Ладно. Вы, надеюсь, со мной согласны? Надеюсь. Идем дальше. Еще раз полюбовались. Но это, как это получается? Ну, неужели я не прав? Неужели это и есть истина, что вот с этого горшка, вот это все помещение. Они растили-растили. Теперь горшка вытрахнут. И вот это посадят. А как оно туда будет поступать сок? Здесь на пути будет замерзшая вот эти вот раны-раны-раны-раны-раны-раны-раны-раны-раны. 2 тысячи сад, 2 тысячи черешек замерзнут. Ну, там своя технология. Она не рассчитана на минус 30. А пришло минус 30 и все. Вот это разве выдержит? Смотрим дальше. Но Потапенко еще пока продолжает со мной общаться. Привет. Какие костские черешки можно у тебя купить? Что посоветуешь? Решил, генофлот твоих черешек адаптируешь здесь, на узкой земле. Думаю, хорошая идея, ты ее поддержишь. Что еще будет? Конечно, поддержу. Другое дело, что шансов там очень мало. В узке еще холоднее, чем у меня. Здоровья тебе, друг, садоводный старник. Сейчас буду отвечать. Эх, друг Константинович, если бы начать садоводство в юности, а сейчас вот эти вот созвериные технологии из дорогой земли, очень дорогая, сейчас бы перестали просто так давать. Шансов начать с юности. Мы тоже ее начинаем учить, но школы их не учат этому. Программа дебильна в школе, программа дебильна в институтах, так, в академиях и в этих самых, и в университетах. Она дебильна. Никакой радости жизни студент, школьник не прочувствует. Надо с нас, ребята, вот с того, чем мы сейчас говорим, вот с этого вот, чтобы не две студентки на страну, не две студентки, а хотя бы сотни тысяч, чтобы. И тогда, да, вот. А так, ну что, пожелания, ну, поплакались мы друг другу в жилетку. А дальше что? А дальше что? Миллионы навсегда лишены этой радости. Навсегда. Никто не придет и скажет, все делать не так. Надо теперь начинать все сначала. Все через зад, через это. Вы знаете, вот сейчас я скажу. Вот сейчас я вам расскажу про Черешню Потапенко. Ну, вот такое отступление, да. Омский университет. Там где-то кончала это, наша Юля. Вот. Представляю, когда студентам дано задание. Найти все, что в Омской области уже есть. Уже есть. Вот буквально, вот, поиск, поиск. Так же, как когда-то этот самый Пржевальский нашел, лошадь Пржевальского. Вот. Этот самый. Этот самый. Арсеньев нашел манджурские абрикосы и так далее. Понимаете, что надо-то? Когда туда попал Арсеньев, что там уже было? Когда-то древние Джордени имели абрикосы не хуже, чем сейчас у нас с вами. Древние Джордени. Это была культура, равная Джордени. Равная Элином в этом, Греции в древнем. Равная им. Ну, а потом сами знаете. Я, вот, женщин закосы, дома сожгли, сады порубили на дрова. Так было. Вот. И так было всегда. А сейчас отголоски получились так, что сейчас мы собираем остатки, назовем это, остатки Богороскоши. Вот. Вот о чем хотел сказать. И вот получается, что это можно было придать целенаправленный характер. Представляете, студенты обшали бы весь Омск область. А за одним их, в Красноярский краях, как раз, и ко мне бы заглянули. И, наверное, не это самое. Те десятки тысяч костей, что сейчас лежат, но уже под снегом. Вот. И уже бы все бы это было бы собрано. Вот. Вот. Ну, мечтать не вредно. Так что никакой радости у миллионов детей, которые потом вырастут, которые заведут свои детей. И как ели, заметьте, санкции с санкциями, все забито отравой. Все. 40 обработок. Вы думайте в эту цифру. Если бы Путину кто-нибудь... Знаете, если бы в сталинское время, тут были два варианта. Или уже я бы про это, как мне говорят, уже, это не я придумал, мне говорят, был бы уже этим сам президентом Академии наук. Во время любили этих самых. Матросов поставить начальником Госбанка. Матроса. Ну, и так далее. Вот. А простого агронома Лысенко назначить президентом Академии наук, все было. Или, скажем, как это? Если раньше кто-то бы настучал на меня, вот сейчас, я бы уже бы в этой же Сибири пилил бы дрова где-то. Лес бы валил вместо сада. Вот это было бы. И вот то, что до сих пор ни одного нашего там нет, который хотя бы ощутил какую-то тревогу, что нельзя так 40 обработать. Нельзя. У нас все дети больные. Это школьные эти самые данные. Все дети поступают в школу больные. И никто тревоги не бьет. А процент этих самых геевых этих растет, как и не страшно это. Потому что комфорт – это смерть мужским органам. Комфорт. Теперь про то, что у меня есть из черешин. Итак, черешня боднера одна. Вот. Я ее называю просто черешня, даже не боднера, а черешня боднер. Я хочу, чтобы это было имя собственное. Не черешня боднера, а черешня боднер. Она как раз, вы ее видели сто раз. Я не успел приготовить. Я бы еще и сюда бы навтыкал фотографии. Вот. Уже со своего сада. Вот. Раньше фотографировал сад боднера, а потом уже свой. И теперь у меня это есть раз. И желтая вот рогана. Она на самом деле надо ее назвать желтая боднера. Потому что, когда я его спрашивал, ну хорошо, он назвал там юльцкая, да. Ну, юльцкая. Ну, пусть это будет по-старому бодна. Нет, юльцкая. Я переделаю и вобью всем. Я же убил голову Баев Левицкого. Бил. Пошла гулять по стране. Вот. Я убил голову абрикос фраину. Бил. Вот. Я дал вторую жизнь академику. Теперь есть разновидность, крупноплодный железово. Вот. И я не виноват. Если ее не узнает родной отец, академик Казмин, значит, все-таки это уже не все другое. И вот получается, что, я спрашиваю у Боднара, желтая драгана, откуда ты знаешь, ты покупал в магазине обыкновенная чережь. Вот ты и съел, кусочек и высадил. Ну, тогда снабжение было хорошее для строителей ГЭС и заведей считали тогда. Вот. Ну, похоже на желтый драган. Ну, пусть будет желтый драган. Пройдет время, я все равно переделаю. желтый драган. Желтый драган. Пусть будет чережья Боднара, а это будет желтая Боднара. Чережья, желтая Боднара. Мне не жалко. Все равно, кто-то скажет, да нету у меня чережья лучшая или такая или другая. Нету, нету. Нету ничего. Если я три банки чережья варенья сделал, сварил, это на всю Сибирь, извините. На всю Сибирь. Это вам не 40 обработок. И вот получается две. Ну, и я показывал, в фильме показывал, я угощал этих, даже телевидение угощал. Что там было? Брянская розовая. Пожиже. Вот. Птицы съели. Костей было так много, что вот эта третья, я сюда и не подумал, что хотя бы для разнообразия было еще и эту собрание. Так и осталось. Что-то упало, осталось под деревом. Птицы очень много унесли. Но розовая брянская была пожиже. Ну, и была, видели. Вот. Это не миг, это правда. Вот я ответил на все вопросы. Костей у меня есть заготовленный двух сортов.